Владимир Баканов Есть разные формы построения ресторанов, скажем, у французов, а особенно у парижан. Принято очень уважительно относиться к ресторанному бизнесу. Поскольку желающих поесть много, а особенно вкусно поесть много желающих, а мест вкусных, в общем, не так много, ну или вернее недостаточно для того количества, которое хотел бы поесть, то клиенты все с большим уважением относятся к ресторанному бизнесу и к ресторатору. И они готовы сидеть бок о бок или касаясь локтями соседа. Более того, в подавляющем количестве случаев, когда я оказывался в маленьких ресторанах, иногда просто твой стол выдвигали, усаживали вас за этот стол и задвигали его. Потому что это принятая абсолютно нормальная форма. Французы используют столы размером в 70 сантиметров, иногда даже 60 и иногда даже 50. На этих столиках с трудом размещаются две тарелки. Ну две тарелки, да, и нужно уносить постоянно, чтобы что-то новое притащить. Нет, ну французская школа обслуживания, она в принципе предполагает, что если ты поел, то у тебя тарелку быстро не унесут, пока не съест твой визави, то есть тот, с кем ты пришел. Только когда все за столом съели, только тогда убирается посуда. И тогда уже новые тарелки и новое блюдо подается. Никогда не смешивают французы это между собой. Это, кстати, в отличие от голландской системы, которая, к несчастью моему огромному, ну не прижилась, вернее прижилась у нас, и мне это крайне не нравится. Официанты все время подходят и выдергивают тарелку. А ведь мы все едим по-разному, понимаете? Кто-то ест медленно, кто-то ест быстро, кто-то голоден, кто-то совсем не голоден и так далее. Темп еды, он разный. И поэтому, когда у тебя выдергивают тарелку, вот я всегда складываю нож и вилку накрест. И это означает, не надо, не надо трогать мою тарелку, хоть она пустая. Не надо трогать. Я еще сижу и общаюсь с кем-то, у кого тарелка не пустая. А вот если я их положил параллельно, нож и вилку, это означает, все, теперь мою тарелку можно убрать. Все знают. Я не полагал, что это обязательное правило. Ну, это обязательное правило, но почему-то вот у нас оно не прижилось в ресторанах. Более того, некоторые люди умудряются вести себя не очень вежливо. Даже берут эту пустую тарелку со своего стола и пренебрежительно ставят ее на соседний стол. На соседний, да. Ну, пустой стол. Вроде как, что вы тут не убираете? Я же уже поел. Но это вот, с моей точки зрения, совсем моветон для ресторана. А уж тем более моветон для гастрономической. Это вот французская система и голландская. Голландская это убирать. И она что-то у нас приживается. Мне это категорически не нравится. Я считаю, что смена блюд должна происходить у всех одновременно. Когда все гости, вне зависимости от того, как они едят быстро, они все-таки закончили с этим блюдом и перешли к новому блюду. Тогда всем хорошо, комфортно. Все-таки посещение ресторана, это же не только насыщение. Это еще и удовольствие от общения. Это такой фактор, который может вот это общение немножко нарушить, сломать его. А если говорить о размещении, то у французов маленькие столики. И очень плотно. А немцы, наоборот, любят большие столы и подальше друг от друга. Расстояние подальше. Ну, потому что, знаете, все-таки я думаю, что это еще культура. Плюс еще боязнь, что сосед тебя будет слушать. В Париже все шумят, едят, стучат вилками. Вообще все равно, кто сосед и о чем он говорит. Если он говорит не громче всех остальных и не обсуждает какие-то уникальные совершенно вещи, которые могут каждого заинтересовать. Ну, в этом случае совершенно спокойно люди реагируют. Поэтому к этому нужно относиться философски. Я последний раз в этом месте был у Хью, у Томи. Я сидел за барной стойкой. И, к сожалению, все гости были у меня за спиной. Зато передо мной была кухня и сервировочный стол. И я имел возможность наблюдать не только, что готовили, но и как готовили, как доставали заготовки, откуда поступали продукты, а также технику кукинг, как это называется, технику приготовления. Я мог бы наблюдать, как обжаривалось, как переворачивалось. Просто, кстати, оценить же можно. Да, оценить профессиональным взглядом. Вопрос, кто способен оценить, а кто, может, подробность какую-нибудь интересную и упустит. И я подозреваю, что Сергей Андреевич... А я вообще спиной сидел, да, к этому делу, ко всему. Не поймал, конечно. Но я поймался на мысли, что, наверное, помещение было примерно как наша студия размером. Вот все вместе, я имею в виду, вместе. Вот и столы... А сколько там столиков? Равно в два раза больше. Ну, может быть. Вот кухня, которая, по крайней мере, видимая часть, там все время какая-то шла суета, но она периодически прерывалась, потому что, видимо, какой-то гость был дорогой у них там. Может быть, какой-то тоже шеф-повар. И они все время остановились, фотографировались там, устраивались ряд, фотографировались. В Саркази заехал. Ну, нет, я думаю, какой-то из там шеф-поваров тоже. Вот кто-то там сидел перед нами, они все общались, потом к ним подходили официанты, они все выстраивались, фотографировались, что-то обсуждали. Вот это вот все происходило. Но это уже под конец вечера, хотя там до самого конца было очень много народу. Ну, во-первых, там ужин такой, двухсменный, как и в подавляющем большинстве востребованных парижских ресторанов. Французы не едят рано. Скажем, скандинавы начинают есть в 5, 6, 7 часов вечера. Это очень редко. Но мы пришли к 10. В основном в 5, 6. 10 это вторая смена. То есть первая смена это 19, 30, 20. Вторая смена это 22 часа. И это абсолютно нормальная практика. Некоторые даже практикуют третью смену. Это уже люди, которые почти в 23, 30 приходят туда. Ну, это традиция французская. Кстати, испанцы еще более позже садятся ужиной. Как вы знаете, из-за своей этой сиесты, вернее, из-за этого обеденного перерыва, который они делают, а из жары, которая у них есть, они обычно приходят в ресторан уже там к полдесятому, к 10 часам, к полодиннадцатому. Мне кажется, что 23, там третьей смены не должно было быть, потому что уже официанты и повара начинали уже выпивать вино и расслабляться. Не во всех ресторанах. Я так думаю, они заканчивали уже работу. Не во всех ресторанах. Там действительно две смены, я думаю. Томи. Да, вот в этой Hugo & Co. Не, ну, возможно, что кто-то был из селебрити с раз, а потом из знаменитости, я имею в виду. Вполне возможно, что, в принципе, народ хотел просто сфотографироваться с Томи, потому что Томи, это уже второе место у него. У него есть еще Hugo & Co, который он открыл с друзьями. И вот сейчас это второе место. Это совершенно другая кухня. Я бы сказал, в гастрономическом плане, но очень хорошо выверенный. Он долго и эффективно работает над блюдами. Очень хорошо их сочетает. С моей точки зрения, рыба у него вообще получается идеально. Я специально отправил в то место, которое, в общем, понятно всем. И оно оптимально с точки зрения цены и качества. Да, да, да. Ну, оно было такое, как бы, casual, я бы сказал. Там и одевались люди. Что такое место, которое непонятно всем? А вот это второе место, я думаю, которое я посетил, оно будет непонятно всем. Окс-то назывался ресторан. Он прямо рядом с Триумфальной Аркой находится. То есть это в 16-м районе Парижа. Это самое плохое место. Да, 16-й район Парижа, это самый элитный район. Живал, я там. Да, там живут арабские шейхи разные, актеры богатые, министры. Вот это такое место. И вот, значит, туда мы пошли. Я научно и горьким опытом забронировал заранее. Очень удобная, кстати, система бронирования. Сергей, я, кстати, очень рекомендую. Никогда больше в лоб не приходить. Не да, это было просто случайно сделано. Есть шанс вообще, вообще, на самом деле, это моветон приходить в ресторан в любой, без предварительного заказа. Потому что у ресторана могут быть мероприятия, они могут быть закрыты. Вам неловко, ресторану неловко. Второе, может быть, наплыв гостей, может быть, ну, любая другая ситуация. В принципе, хозяин ресторана или шеф-повар ресторана должен даже понимать, сколько у него будет гостей, и примерно понимать, какое количество продуктов ему нужно на дело закупать. Понимаете, это очень дружественно по отношению к ресторану делать предварительное бронирование. У нас тоже вот это не очень практикуется. Почему-то многие считают, что раз он пришел, то ресторан обязательно должен открыть для него двери. Или он поехал в другой ресторан. Да, или я думаю, что нет такого, что прямо должен, и какое-то неприятное ощущение не возникает. Ну, мы проходили мимо, зашли, но нет, спасибо, до свидания, пойдем в другой. Это про то, чтобы просто поесть. А уж если получить удовольствие, ну, ты поедешь в другой ресторан, а это не получится. Я знаю пример, когда Рикки Мартин приходил в один питерский ресторан, и мест не было. Он пришел на следующий день, мест не было, и он все равно пришел на третий день на ужин, и все-таки место уже было. И он поужинал. Вот я считаю, что когда человек относится, ну, по всей видимости, он первый раз посчитал, что не получится, второй, может быть, не знал, или со второго раза он пришел, не знаю. Но, в общем, когда человек это делает, это очень правильно, он ставит в ловкое положение и себя, и, соответственно, шеф-повара. Более того, 15-минутное опоздание, 15-минутное опоздание в Париже считается поводом для того, чтобы вам отказать в столике. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!